В прямом эфире главные городские новости. Меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. И вот лишь некоторые заметные темы к этому часу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых любимых – это ветерок, которого ромашкой его называют. Главной героиней культ похода на этот раз стала известная кубанская актриса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь подробнее обо всем. Первым делом поздравляю всех православных горожан с одним из главных церковных праздников – Успением Пресвятой Богородицы. Он посвящен памяти о кончине Божьей Матери. В этот день в православных храмах проходят литургии. Христиане несут цветы к иконе с изображением Богородицы. Также сегодня закончился строгий Успенский пост, который длится две недели. Также этот день считается окончанием летней уборки урожая. Поэтому прихожане светят в храмах хлеб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К другим темам. За рулем с телефоном, неправильно встроенные сидения в салоне и превышение скорости. Таких нарушений стало меньше в общественном транспорте. В кубанской столице завершается операция «Автобус». На протяжении недели сотрудники ГИБДД проверяли водителей и их транспортные средства. Сегодня за несколько часов рейда только один патруль установил нарушения у десяти разных перевозчиков. Подобные проверки в краевой столице уже стали традиционными. В этом году операция «Автобус» прошла уже в третий раз. Все эти проверки не столько для того, чтобы наказать нерадивых водителей. Их цель сделать общественный транспорт Краснодара намного безопаснее. Растет и цветет. Юбилейный микрорайон не перестает радовать обновленными пейзажами. Одно из самых быстро развивающихся территорий города продолжит совершенствовать. Доказательства этого в планах развития микрорайона на следующие два года. По нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги обновят дорожное покрытие улицы имени 70-летия Октября. От Думенко до проспекта Чекистов. Также планируется строительство дороги от Думенко до Лукьяненко. Она решит проблему связанности между собой отдельных районов и уменьшит пробки на выезде из Юбилейного. Проект входит в стратегию «Краснодар-2030». За последние несколько лет в микрорайоне по нацпроекту отремонтированы пять магистралей. По просьбам жителей привели в порядок ряд улиц. Выполнили ямочный ремонт на 11 участных дорог. Комфортная жизнь в Юбилейном микрорайоне – результат совместной работы Городской думы Краснодара, администрации города и края и, конечно, личной поддержки многих проектов губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Будем и дальше выполнять задачи, которые перед нами ставят жители. В следующем году начнут строить единую набережную от Юбилейного до Тургеневского моста. Проект уже прошел экспертизу. По проекту формирования комфортной городской среды идет благоустройство школьного бульвара. Там высадят больше двух тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, сделают уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак. Для автомобилистов создадут парковочные места и съезды. Социальная инфраструктура микрорайона развивается благодаря усилиям городской администрации и местных депутатов. При поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева строится многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс на улице 70-летия октября. Он станет первым таким муниципальным комплексом, где дети микрорайона смогут заниматься бесплатно. На двух этажах разместят два спортзала для игровых видов спорта и единоборств. Достроить спорткомплекс планируют до конца этого года. Уже в следующем году кубанская столица сможет принимать не только российские, но и континентальные молодежные чемпионаты по баскетболу. К тому времени планируется открыть уникальный для нашей страны тренировочный комплекс на 600 человек. Его сейчас строят в поселке Колосистом. На площадках смогут одновременно заниматься сразу четыре группы спортсменов, пока детско-юношеские и молодежные резервные команды клуба «Локомотив Кубань» тренируются в баскет-холле. Но собственный спорткомплекс позволит значительно повысить мастерство юных спортсменов и открыть талантливой кубанской молодежи дорогу в национальную сборную, а также принимать в Краснодаре соревнования международного уровня. В этом объекте три баскетбольных зала, крытых, плюс одна открытая площадка. Также находится здесь столовая на 68 посадочных мест и гостиница именно для детей, которые будут здесь тренироваться, где-то порядка на 130-140 мест. Это уникальный объект, который на сегодняшний день в России нет аналогов. Тренировочный центр расположится на участке площадью более 12 тысяч квадратных метров. Уже завершен монтаж металлоконструкций кровли, подключено электричество и водоснабжение, установлена трансформаторная подстанция, выполнены наружные коммуникации сетей отопления. Память увековечит в граните. Имена 4 тысяч бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны, высекут на мемориалах в местах боев по всему краю. Еще 17 тысяч фамилий на обелисках появятся за следующие 5 лет. До января 2021 года на Кубани восстановят больше 100 воинских захоронений. В благоустройстве памятников участвуют не только взрослые. Более 10 тысяч школьников приняли участие в этой работе. И действительно была осуществлена работа по благоустройству памятников обелисков во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. И более 1894 объектов были нанесены на интерактивную карту. Из федерального бюджета на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны в этом году в край поступило более 150 миллионов. Уже завтра в субботу у вас появится возможность узнать об истории нашего города еще больше. Толучный сотрудник художественного музея имени Коваленко в 14 часов проведет пешеходную экскурсию под названием «Советский Краснодар». Ксения Стрельцова расскажет об архитектуре того времени, покажет здания, которые даже мы, местные, часто упускаем из виду. Вы узнаете, почему пиком строительства стало послевоенное время и как тогда Краснодар практически отстраивали заново. Экскурсия пройдет в центре. Вы прогуляетесь по улицам Пушкина, Красноармейской, Красной и Ленина, Гимназической и Гоголя. Чтобы поучаствовать в экскурсии, нужно предварительно записаться по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Главный секрет красоты и молодости – никогда не стареть душой. И это на личном примере доказывает героиня нового культпохода, заслуженная артистка Кубани Людмила Дорошева. Накануне своего юбилея вместе с Анной Володиной она отправилась в парк, где прошло детство актрисы. Один из самых любимых – это «Ветерок», «Ромашка» его называют, на котором мы с друзьями катались очень часто, потому что близко жили, приходили в этот парк. И даже в выпускной после восьмого класса мы тоже мечтали, раньше была традиция, приходить в парк и встречать рассвет. Но нас выгнали в 10 часов вечера, потому что мы были несовершеннолетние, мы были только восьмиклашки. О сложных ролях, о любимой дочери, о социальном кино и благотворительности, а также о том, как она ощущает себя в статусе заслуженной артистки, Людмила Дорошева расскажет в нашем эфире уже сегодня. Новый выпуск «Культ похода» выйдет в эфир в 18.35 в кабеле и в 20.20 в аналоге. Не пропустите. И пока это все новости, еще больше найдете на сайте tvcrasnodar.ru и в социальных сетях. Не забудьте также посетить канал в YouTube «Ваш Краснодар». Там масса интересных программ. До скорой встречи на «Главном городском».